Здравствуйте, друзья! Сегодня Google Дудл отмечает 150-летие Ивана Бунина в России Иван Бунин стал первым русским писателем, удостойным Нобелевской премии по литературе Сегодняшний Дудл отмечает 150-летие русского поэта, писателя и переводчика Ивана Бунина Который в 1933 году стал первым россиянином, получившим Нобелевскую премию по литературе Широко известный своим редким мастерством как в прозе, так и в поэзии Бунин перенес традиции классической русской литературы в ха-ха-век Сделав свое наследие одним из самых уважаемых стилистов своего времени Иван Алексеевич Бунин родился в этот день в 1870 году в западнорусском городе Воронеже Он вырос со страстью к живописи, раннему творческому проявлению, которое, как он позже считает, повлияло на его стиль письма Бунин начал публиковать стихи и рассказы еще подросткам Что привело к выходу его первой книги Стихотворение 1887-1891 Поэзия 1887-1891 В 1891 году В 1901 году Бунин получил престижную Кушкинскую премию Академии наук за книгу стихов Листопад Листопад 1901 Примерно в это же время он начал уделять больше внимания прозе Зарекомендовав себя как один из самых популярных писателей России Известный своим сдержанным музыкальным стилем письма Бунин продолжал создавать яркие портреты России через такие произведения Как «Деревня», «Деревня», «1910», автобиографический роман «Жизнь Арсеньева», «Жизнь Арсеньева», «1930» Дневники, окаянные дни, проклятые дни Дневник революции, 1936 И сборник рассказов «Темные аллеи», «Темные проспекты», 1943 Противник русской революции Бунин покинул страну в 1920 году и в конце концов поселился во Франции Где он продолжал публиковать романы и стихи до конца своей жизни С днём рождения, Иван Гунин Спасибо за просмотр этого видео Пожалуйста, лайк и подписывайтесь на мой канал